Добрый день! О новостях в стране и мире к этому часу в выпуске «Коротко о главном» расскажу вам я, Айшау Сембекова. Глава государства принял председателя Мажелиса Ерлана Кошанова. Президента проинформировали о деятельности Нижней Палаты Парламента в рамках первой сессии 8-го созыва, сообщает Аккорда. Согласно отчету, в работе у Мажелисменов находилось 82 законопроекта, 20 из которых инициированы депутатами. Также спикер отметил, что 6 партийных фракций, а также депутаты-одномандатники усилили обратную связь с населением. По словам Ерлана Кошанова, Мажелис продолжит работу над проектами водного, бюджетного, налогового и градостроительных кодексов уже в новой сессии. С 21 июля участок автомобильной дороги республиканского значения Бакат стал платным. Оплатить можно заранее, а также после въезда на дорогу, посредством приложения казахстанских банков, либо через специально созданный веб-сайт. Стоимость проезда для легкового автомобиля в течение одного часа составит 242 тенге. При этом для владельцев авто, зарегистрированных в зоне прохождения Бакат, Карасайском, Ильиском, Толгарском районах Алматинской области, предусмотрена ежемесячная и годовая абонентская плата. Отмечу, протяженность трассы 66 километров. Мощность отечественных высоковольтных трансформаторов стала еще выше. Новые модели теперь смогут обеспечить электричеством не только улицы и микрорайоны, но и моногорода. Устройство выпускают на Шамкенском заводе. Казахстанское предприятие – единственное в Центральной Азии по производству данного оборудования. Наш трансформатор может полноценно обеспечить город населением в среднем 500 тысяч человек. Полностью обеспечить электроэнергией. Средний срок службы трансформаторов 25-30 лет, но наши трансформаторы могут работать 50-60 лет. 150 детей, победивших рак, а также успешно перенесших трансплантацию органов, стали участниками вторых республиканских игр чемпионов, которые проходят в эти дни в столице. По словам организаторов турнира, участие в соревнованиях мотивирует маленьких пациентов к еще более быстрой реабилитации. По данным Минздрава, сегодня почти 4,5 тысячи детей с онкозаболеваниями состоят на учете в медучреждениях страны. Основная цель этого мероприятия – мотивировать детей. Это как бы продолжение их реабилитации, потому что лечение заключается не только в том, чтобы дать какую-то таблетку, сделать какую-то операцию, но и для того, чтобы вернуть их в нормальную социальную жизнь. Из Монголии в Шотландию на велосипеде австралийский путешественник сделал остановку в Ак-Тубе. 19-летний Ангус Неус впервые посетил Казахстан и поражен гостеприимством местных жителей. Лейла Уэсова побеседовала с туристом. Трип на велосипеде австралиец Ангус Неус начал в апреле со столицы Монголии Улан-Батора. В конце мая он прибыл в Алматы и второй месяц колесит по нашей стране, открывая для себя необъятный Казахстан. Из южной столицы путешественник направился в Тарас, дальше Шимкен, Туркестан, Казалорду и прибыл в Ак-Тубе. Идея моего путешествия – познакомиться с культурой разных народов, увидеть страны, побыть в уединении. Проезжая через города и аулы, я открываю для себя удивительный Казахстан. Если на юге страны преобладают пейзажи гор, лесов и зелени, то уже с Казалорды начинаются бескрайние степи. Каждый день приносят сюрпризы и приключения. Всё это захватывает. Сменная одежда и вещи первой необходимости у путешественника при себе. Говорит, что нужные вещи покупают в крупных населённых пунктах. Больше всего австралиец поражён гостеприимством казахстанцев. Практически везде местное население встречает иностранного гостя очень тепло и радушно. В Шымкенте был рад встретиться с американцами, австралийцами и весело провести время. В Туркестане встретил группу туристов. Нас накормили вкуснейшим пловом. В Казалорде мне помогли спланировать дальнейший маршрут и предупредили, чего ожидать от следующей части поездки. В Ак-Тубе тоже нравится меня. Приняли тепло, познакомили с местной культурой. Каждый город Казахстана уникален и это очень здорово. Следующий казахстанский город в маршруте тревел-блогера Ахтау. Там он планирует на пароме добраться до столицы Азербайджана – Баку. Конечной точкой удивительного путешествия по миру станет Шотландия, куда Ангус Неус намеревается попасть уже в декабре. На этом все. До встречи в итоговом выпуске новостей в 20.30 в эфире телеканала «Жебек Жоле». Наши корреспонденты расскажут подробнее о главных событиях этого дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова